Привет! Я Станислав Чернышёв, и вы смотрите и слушаете русский календарь. 6 июня – это День русского языка. Это новый праздник, молодой. В ООН, Организации Объединённых Наций, 6 июня стало Днём русского языка только в 2010 году. Почему 6 июня – День русского языка? Вы знаете? Конечно, потому что это день рождения Александра Сергеевича Пушкина. Вот вы изучаете, друзья мои, русский язык, современный русский язык. А современный русский язык начинается когда? Мы говорим, что современный русский язык – это язык от Пушкина до наших дней. Итак, великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин родился 6 июня 1799 года. Интересно, что наш великий поэт, с которого начинается современный русский язык, в детстве говорил по-французски лучше, чем по-русски. И написал по-французски часть своих первых стихов. Русскому языку он учился у бабушки и у няни. Сегодня это самая известная няня русской истории и русской литературы. Каждый человек в России знает её имя – Арина Родионовна. Наверное, это самая важная няня в истории мировой литературы. Может быть, поэтому язык Пушкина был народным языком. Говорить о поэзии Пушкина можно много, слишком много, бесконечно. Об этом написана целая библиотека. Например, Набоков, когда писал комментарии к переводу Евгения Онегина на английский язык, он написал тысячу сто страниц. Поэтому давайте поговорим немного о семье и жизни Пушкина. Есть интересный факт, о котором многие из наших студентов не знают ничего. А если кто-то что-то знает, наоборот, часто преувеличивает его значение. Это прадедушка Пушкина. Я не раз слышал от студентов, это правда, что ваш главный поэт был африканец? Не совсем правда. Прадедушка Пушкина действительно был из Африки. Раньше всегда говорили из Афиопии. Сейчас историки говорят, что это территория, где сегодня находится республика Чад. И этого прадедушку, еще мальчика, привезли в подарок Петру Первому. Время было такое, это было триста лет назад. Императору понравился этот мальчик, Петр решил дать ему хорошее образование. В результате мальчик Ибрагим Петрович Ганнибал Петрович, потому что Петр Первый был его крестным отцом. Сначала учился в России, потом в Париже, сделал прекрасную карьеру, был главным инженером российской армии и комендантом Таллина . Сегодня это столица Эстонии. И стал прадедушкой великого русского поэта. Правда, сам Пушкин никогда не был в Африке и был сформирован в русской и европейской, в первую очередь, французской культуре. Жена Пушкина, Наталья Гончарова, была самой красивой женщиной России. Конечно, тогда не было официальных конкурсов Мисс Россия, но все знали и говорили, что она была самой красивой. Когда Пушкин встретил Наталью Гончарову, он написал такой экспромт. Я влюблен, я очарован, я совсем огончарован. Правда, вот такая красивая история закончилась трагически. Пушкин был убит на дуэли в 1837 году французом Дантесом в Санкт-Петербурге на Черной речке. Это была большая трагедия для русской литературы. Мы потеряли большую часть нашей поэзии на этой дуэли, потому что последняя работа Пушкина, Медный всадник, по-моему, самая лучшая и вообще это лучшая русская поэма. Но, к сожалению, Пушкин считал, что дуэль это нормальный способ решения проблем. Свой первый вызов на дуэль он сделал, когда ему было 17 лет и хотел драться с родным дядей. За его жизнь вызовов на дуэли было 26, кажется, и большинство из них инициировал сам Пушкин. Правда, обычно их отменяли в последний момент, несколько раз стреляли в Пушкина, и сам Пушкин не отвечал, не стрелял. Значит, на всех этих дуэлях он никого не убил, а на последний сам был убит. Ну, дуэли это опасное хобби, и если рисковать так часто, рано или поздно это кончится трагически. Пушкин, как настоящее солнце русской поэзии, действительно, как обычно говорят наше всё, он светит всем. И интересно, что даже сегодня абсолютно разные люди, консерваторы и либералы, коммунисты и монархисты часто выбирают цитаты из Пушкина, которые им нравятся, и используют их в дискуссии как аргументы. Я думаю, для многих из вас, к сожалению, читать поэзию Пушкина сейчас слишком сложно. А читать поэзию в переводе это значит потерять слишком много. Но я могу рекомендовать читать прекрасную прозу Пушкина, например, повести Белкина. А сейчас, так как можно сказать первым языком Пушкина был французский, и он даже писал на французском свои первые стихи, наш французский студент прочитает маленькое стихотворение Пушкина. Здравствуйте, меня зовут Жон Франсуа. Город пищный, город бедный, дурь неволи стройный вид, злой невест зелено-бедный, скука, холод и грани, все же не вас жаль, немашка. Потому что здесь порой ходят маленькие ножка, пиусе, лукан, золотой. Большое спасибо, Катя и Маша. Спасибо за внимание! Вы смотрели и слушали русский календарь. До новых встреч! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok